так и с прошлом году зельгроз запустил товары собственной торговой марки как они себя показали может быть вы от чего-то отказали что-то уже добавили в ассортимент за это время очень хорошо чувствует себя у нас на полке мы медленно и поздно начали с этим проектом по сравнению с другими сетями цифры показывает что этот бренд прям нужен но показывается тоже что у нас еще большой потенциал расширать линейку и до уличить внутренние цифры по этим ассортиментом а если расширять линейку то это о какой продукции идет речь ну мы сейчас начали смотреть посмотреть продукты непродаводственных товаров и нефуд тоже более шире посмотрим еще какие-то свежие продукты как сыр и так далее ну у нас меньше чем стоя скаю на полках поэтому вообще бесконечные возможности а вы ориентируетесь на чей опыт когда вы вот расширяете то есть вы смотрите на запрос российского рынка или вы что-то из-за рубежа тоже берете на вооружение но так как мы уже более чем десять лет находимся на русском рынке и видели что все другие сети и в этом тоже иностранные сети сделали частично просто сделали копий пейс из других странах и клиентам не было понятно что это такое что они там показывается только билл ст и мы так-то решили внимательно смотреть действительно на продуктов где требуется показать продукты первого цена которая русским клиентам важно поэтому иностранный опыт используем только в качестве того безопасности продукт проверка партнеров и производства и ну в дизайн а вообще сам выбор ассортимент это прям для русского рынка а вы вот сейчас скажем так новых поставщиков ищите или у вас пока достаточный пул для того чтобы все потребности закрыть что касается стм или вообще вообще в целом ассортимента сессии никогда не достаточно но вместо на полке ограничиваем но оптимизация постоянные идут и бачок там тоже большой потенциал нельзя сказать что все и все идеально и потому что далеко не все другие сети тоже достаточно быстро и быстрее чем не двигаться мы найдем достаточно идеи на выставках слава богу как сейчас на world food и у конкурентов или я поставщики и производители нас контактирует и говорит ну ищет общение с нами вот если если вы допустим сейчас этот ролик смотрят потенциальные поставщики то какие бы товары сейчас вас могли бы заинтересовать может быть вам чего-то не хватает может быть вы уже присматривать какой-то категории хотели бы ее расширить чтобы вам сейчас было интересно это натуральная продукция это может быть какой-то фреш которого еще нет но что ну ну без без вопроса что весит от линия зошь вовсе в некоторых категориях имеет пока большой потенциал там у нас по сравнению с конкурентами пока ограничены предложения у нас такой предложение как который требует наши клиенты но там есть потенциал для экспериментов но это уже скучно я думаю все дает такой ответ остальные я думаю сфере молочных продуктов сейчас видим большое движение к более индивидуальных и умных продуктов более функциональных как сказать индивидуализация продуктов персонализировано предложение ну как но нет даже не персонализирование но не стандартные линии йогуртов но какие дополнительные вкусы какие-то дополнительные добавки и так как у вас сейчас обстоят дела собственным производством вы очень сильно в прошлом году по крайней мере в начале этого развивали охлажденное мясо именно на биту би клиентов ориентированные вот учитывая что хорика у нас так сильно провалилась как сейчас обстоят дела вот с этим сегментом вашей деятельности весь нашим команды сильно работали над этим проектом в этом году что у нас были во время пандемии меньше проф клиентов дай нам возможности еще более глубокий проверить все действующие процессы сделать оптимизации и оптимизация процессов и рецептуров тоже вместе с клиентами и а не готов я ему ответить на то что надо с нашим производством сейчас уже спрос возвращает на свои возвращаться на свои позиции прежние мы даже во время понимания видели такой сильный падение в общем потому что у нас достаточно ростничных клиентов ну да проф клиенты сейчас тоже сильно вернется у нас разные проекты или предложение к профессиональным клиентам для которых это время пандемии конечно был ужасно сложно и мы поняли что у нас тоже ответственность помогать нашим бывшим и потенциальным партнерам вернется здорово в бизнес а если вот сейчас все говорят там про изменение покупательского поведения но вот у вас там скажем так профессиональные покупатели как меняется их поведение их запросы и как вы на них отвечаете что происходит ну что касается ассортимент я даже не могу сказать что есть какие-то сильные показатели которые показывает какие-то тенденции но что точно видно что у многих наших партнеров финансовых средств и были или сейчас очень ограничены и поэтому количество и качество наших предложений в ценах ассортимента и дополнительных поддержках или промо акциях стали еще более важно чем чем раньше а у вас новая программа лояльность еще в прошлом году запустилась для того с лишних клиентов на розничный ну мы из группы manzana разработали у кран где клиенты забирает баллов не хочу сказать как везде у нас там какие-то особенности но это стимулирует конечно падаешь и одно время поможет нам лучше понимать наши клиенты но вывод свое состояние на рынке сейчас как оцениваете маленький но горды и я не хочу сказать мы чувствуем себе комфортно но мы понимаем что с момент как там и больше не двигаемся если менее и наше преимущество не маленький значит мы можем двигать быстро и у нас возможность для клиентов тоже больше чтобы идти приятно прям на прямой контакт вот что в ближайшее время вы собираетесь на чем фокусироваться что вы будете двигать дальше планы какие то есть ну расширение ассортиментов стм есть мы питаемся лучше структиве структуризировать наши предложения в магазинах чтобы клиники лучше поняли вот это ассортимент первого потребления первого цена мы сильно работаем над вопросом импортом собственным импортом от наших коллегов в европе и из китае тайны подводстве товаров работаем на цифровых цифровых цифровизации решение скажем для клиентов о цифровизации вообще конечно все 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 внутренние процессы которые для клиентов не видно но которые важно чтобы улучшить скорость нашего работы или качество нашей работы для клиентов над этим пунктом очень сильно работаем просрочность в контакте с поставщиками и партнерами очень важно да есть много много инициативы но я думаю что нам время не хватает у всех как аварий